привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и наш сегодняшний разговор будет посвящен явлению резонанса чрезвычайно важному как физики так и в технике и этот разговор мы начнем совсем простого опыта здесь у меня на столе стоит механический вибратор который запитан от генератора переменных колебаний и я возьму такую линеечку упругую с двумя грузами на концах установлю ее на этот генератор сейчас мы подключим и посмотрим что будет происходить с линейкой на разных частотах и вот мы включили генератор и линейка начала колебаться в такт с ним сейчас частота составляет восемь целых четыре десятых герца и мы будем ее наращивать и мы видим что амплитуда колебаний линейки постепенно становится все больше и больше но она как для картинки на сделать скидку на астробоскопические эффекты которого не избавиться восемь целых девять десятых девять герца и амплитуда стала совсем большой может быть она будет расти и дальше с ростом частоты но нет частота растет 9,4 герца амплитуда стала меньше подождем еще немного девять целых шесть десятых семь десятых и амплитуда стала совсем небольшой что же это за такая частота в 9 герц на которой отклик линейки был максимальным ответить на этот вопрос очень просто для этого я не включая генератор заставлю линейку колебаться и мы видим что она колеблется затухая на частоте как раз в 9 герц и теперь мы можем дать определение резонанса резонанс это явление резкого возрастания амплитуды колебаний при приближении частоты вынуждающих внешних колебаний к частоте собственных колебаний системы и понятно что с явлением резонанса нужно тщательно разбираться и хорошо его понимать потому что от него может произойти и очень большая польза и не менее большой вред когда у вас квартире холодильник или стиральная машина начинают греметь от резонанса это доставляет много неприятностей но уж точно все вы слышали про катастрофу служившуюся во франции в 1850 году когда по мосту в ногу маршировал целый батальон солдат и мост вошел в резонанс с этим маршем обрушился и более двух сотен человек погибло в наших следующих экспериментах мы будем производить более аккуратные измерения и для этого мы собрали вот такую установку ее основу составляет маятник закрепленный на датчике вращения длину этого маятника мы подобрали таким образом чтобы его период был равен ровно одной секунде ну соответственно он колеблется сейчас с частотой в 1 герц а внизу на этом маятнике закреплен постоянный магнит и и раскачивать мы его будем с помощью двух электромагнитов через которые будет пропускаться переменный электрический ток и сначала мы подадим на электромагниты постоянное напряжение 15 вольт маятник толчком отклоняется на один градус потом колеблется и постепенно успокаивается на отклонении в полградуса а теперь мы будем раскачивать маятник с амплитудой всего в два вольта но переменным напряжением на собственной частоте маятника в один герц и мы видим что таких слабых толчков амплитуда маятника постепенно становится все больше и больше что хорошо видно на графике зависимости угла от времени и если подождать подольше маятник раскачается до амплитуды в 30 градусов а ведь при этом амплитуда напряжения которые мы прикладываем 2 вольта гораздо меньше чем 15 вольт постоянного напряжения в первом опыте с этой установкой так что резонанс работает и раскачивает маятник до реально больших амплитуд а что произойдет если мы несколько отойдем от резонанса и будем раскачивать этот маятник периодической силой на частоте несколько отличающийся от частоте его собственных колебаний оказывается что результат такого эксперимента будет существенно зависеть от того как быстро происходит затухание маятника здесь у нас установлен хороший подшипник и поэтому затухание происходит небыстро маятник уменьшает свою амплитуду на 40 процентов за минуту за 60 периодов и чтобы сделать это затухание более заметным мы сейчас немножко модифицируем нашу установку и мы установим под маятником пластинку которую можно опускать на разную глубину в воду для того чтобы обеспечить ту или иную степени затухания а сейчас мы будем делать так пластинка совсем немного опущена воду я отвожу маятник и смотрю как затухают его свободные колебания и вижу что амплитуда этих колебаний уменьшилась два раза за 18 периодов а теперь мы займемся вынужденными колебаниями маятника и я буду подавать на электромагниты переменное напряжение медленно меняя его с частоты 0,9 герца до частоты в одну целую одну десятую герца и при этом буду смотреть как амплитуда колебаний маятника подстраивается под поданную частоту а чтобы эта подстройка была хорошей весь этот опыт будет делаться в течение 20 минут полученную при этом кривую называют амплитудно-частотной характеристикой или сокращенно а чеха нашего устройства на резонансной частоте амплитуда колебаний маятника составила 7,6 градуса теперь проведем горизонтальную прямую соответствующую половине резонансной амплитуды 3,8 градуса эта линия пересекла графика чеха в двух точках и разность частот между ними составляет 0,032 герца эту величину мы и будем считать шириной резонансного колокола а теперь я выдвину пластинку чуть сильнее и тем самым увеличу затухание что же при этом произойдет с резонансной кривой и мы видим что пиковая резонансная амплитуда стала примерно в два с половиной раза ниже зато ширина резонансного пика стала во столько же раз шире увеличим затухание собственных колебаний еще больше и пиковая амплитуда стала еще в два раза ниже а ширина резонансного пика еще в два раза шире и понятно почему чем меньше сопротивление среды тем до большей амплитуды раскачивается маятник на резонансной частоте сила действующая на магнит маятника со стороны электромагнитов она по амплитуде постоянно не зависит от того с какой скоростью качается маятник а вот сила сопротивления среды она растет со скоростью маятника и при какой-то характерной скорости у нас эти две силы становятся равными по величине и дальше уже маятник раскачиваться не будет потому что при еще больших амплитудах сопротивление перевешивал бы подталкивающую силу об амплитудно-частотной характеристики маятника при резонансе мы поговорили а теперь поговорим о том как ведет себя фаза колебаний маятника и для этого я сначала сделаю совсем простой опыт маятник у меня в руке но надо найти его собственную частоту раз-два 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 а теперь я попробую водить подвесом рукой медленнее раз-два 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 и мы видим что маятник отклоняется в ту же сторону куда отклоняется рука теперь попробую делать это быстро раз-два 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 и мы видим что маятник отклоняется в сторону противоположную чем отклоняется рука ну это было труднее сделать а теперь надо сделать при резонансной частоте Находим ее снова. Раз-два, 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 раз-два. Но маятник раскачивается очень сильно, а движения руки очень слабые. И лучше этот опыт сделать на настоящей установке. И мы снова воспользуемся нашей основной установкой, потому что с ее помощью удобно записывать и величину силы тока в катушках, которые пропорциональна сила, действующая на магнит, и отклонение маятника от нейтрального положения. На этом графике показана раскачка на частоте 0,95 Гц, меньше собственной частоты колебаний маятника. Синяя синусоида – это сила тока в электромагнитах, а красная – угол отклонения маятника. И мы видим, что маятник отклоняется в такт с колебаниями силы тока. На этом графике частота вынуждающей силы составляет 1,05 Гц, больше собственной частоты маятника. И мы видим, что сила тока и отклонение маятника теперь осциллируют в противофазе, как это было и в моем простом опыте с шариком на подвесе. И, наконец, третий график, на котором частота раскачки совпадает с собственной частотой маятника в 1 Гц. Мы видим, что теперь колебания силы тока и колебания маятника сдвинуты по фазе на 90 градусов. И маятник сильнее всего подталкивается внуждающей силой, когда проходит нижнее положение с наибольшей скоростью. И отсюда следует простой практический совет. Если вы раскачиваете качели, их надо подталкивать не вверху, а в нижней точке. И понятно почему. Надо, чтобы вкладываемая мощность была максимальной. Но мощность – это произведение силы на скорость. А скорость качелей максимальна, когда они проходят нижнюю точку. А еще надо понимать, что у системы может быть не одна, а много собственных частот колебаний. Что часто встречается в технических конструкциях. И на каждой из этих частот может происходить резонансная раскачка. Что мы сейчас продемонстрируем с помощью вот этой установки. Где на генератор колебаний прикреплен такой пластиковый обруч. И мы будем его с помощью генератора раскачивать. Мы начали с частоты 7,5 Гц. Пока что амплитуда колебаний обруча еще небольшая. Но она становится все больше и больше. Мы подходим к первому резонансу. 8,5 Гц. Посмотрите, как сильно колеблется обруч. 9 Гц. А дальше частота растет. Амплитуда колебаний уменьшается. Первый резонанс пройден. Теперь мы стартуем с частоты 28 Гц. И подходим ко второму резонансу. Видны 4 узла. Они 2, как в первый раз. И пучности между ними. Частота 31 Гц. Это максимум. Ну, а дальше частота растет. Амплитуда колебаний уменьшается. И второй резонанс пройден вслед за первым. А теперь мы будем искать третий резонанс. Уже с шестью узлами и пучностями между ними. И вот мы видим, что амплитуда опять-таки растет и растет. Мы подходим к частоте 67 Гц. Это максимум амплитуды. И третий резонанс найден. И понятно, что если мы будем частоту наращивать дальше, то мы найдем и следующие резонансы таким же образом. Об основных свойствах механического резонанса мы поговорили достаточно для первого раза. Но понятное дело, что колебания бывают и другими. Звуковые колебания им соответствует агустический резонанс. Электрические колебания им соответствует электрический резонанс. Ну, и бывают всякие другие резонансы. Например, такой, как ядерный магнитный резонанс, который используется в магнитно-резонансной томографии. Но всем этим темам, естественно, посвятить отдельные ролики. А теперь я возвращаюсь к нашей исходной установке, сняв с нее тормозную пластинку и в этом смысле к нашему исходному опыту. И я буду раскачивать маятник на резонансной частоте, но подожду подольше и посмотрю, что будет происходить с амплитудой, когда она вырастет до максимальных значений. И она, конечно, выросла до максимального значения, но потом почему-то начала убывать, и почти через минуту заметно уменьшилась, хотя электромагниты продолжали раскачивать маятник. И такое попеременное увеличение и уменьшение амплитуды происходило снова и снова. А чтобы амплитуда колебаний перестала меняться, придется ждать очень долго. Спрашивается, почему же это происходит? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok